приветствую вас друзья на своем канале земледел сегодня 7 марта четверг так уже что час дня решил снять коротенько такое видео сегодня сегодня хочу рассказать про теплицу номер два про состояние огурчика вчера у нас было две недели кустам вот этим после высадки кто нас давно смотрит смотрел видео как мы выращивали рассадку кто не видел на нашем канале есть много видео про эти огурчики так что кому интересно смотрите и так просто средний в этой теплице примерно 50 сантиметров идет произвели уже почти три полива капельных и 2 полива недавно поливали еще раз в ручном режиме полив был капли я выливал среднего около 2 куба примеру руками 44 с половиной где-то уходила в общем мы делали для того чтобы корешки наши наконец-то пошли бог вот они здесь видно как раз корешки тут корешков много принципе этот бортик тоже заходят туда поэтому мы сверху поливали я думаю еще пару раз польем больше наверное не будем почему что такой полив очень сильно трамбует землю огурчик любит чтобы рыхленькая земля пушистая была поэтому лучше таким поливом нам не заниматься потому что мы обильно поливаемся она трамбует землю прессует могут и куб корешки заболеть проветриваться не будут а то что говорят там прорыхлить мне кажется это уже слишком будет для огурца почему потому что вот смотрите здесь везде корешки идут представьте вот все эти корешки порвать блин жалко как-то будет потому что они все равно вот с пол сантиметра где-то и они начинают уже идти поэтому лучше это все нет ни шерудить зачем на вот это вот смысл его делать он просто высохнет на солнышке и все и толку не будет поэтому чтобы воздух попал потом мы будем делать я покажу проколы велами делаем обратной стороной или короткими велами там сантиметров 15-20 чтобы они были обязательно сделаем проколы на рядах прям прям под корешки можно велами ничего не будет вот и все и получится нормальная аэрация почвы то есть мы загоним тем самым воздух туда все рыхлить мы не будем я принципе противоположник такого поэтому лучше это не делать может быть кому-то нравится но мы не делаем и так по формировке девчонки сегодня доделали вторую половину от немножко оставалось там ряду в 15 вчера начали сегодня закончили переставляли прищепку с четвертого колена на 7 то есть вот он стоит прищепку поставили она была где-то вот в этом районе также повторно после меня пробежались и дорвали 4 завязи вот я ослеплял когда вам показываю я только по 3 наверно ослепил принципе девчонки дорвали вот это все чтобы чистенько было чтобы ничего не было отдали от 4 завязью мы уже оставляем только огурчики сколько там 12 огурчика будет все что есть оставляем по той теплицы я показывал вот мы делали вот так вот один огурчик один огурчик пример боковые побеги все удаляем потому что они нам не нужны 7 только живая отлично так по кормежкам сегодня произвели подкормку листовую натурамина 12 грамм на 15 литров разводили пшик или три бачка у нас по 15 ушло в общем работали во второй в той теплице я сегодня производил подкормку по листу селитра селитра магниевая 15 грамм на 15 литров воды и 2 грамма карбамида по листу попшикал но этого будет достаточно сейчас мы остатки кустов которые уже доросли до головы оборвали все и для стимуляции полной стимуляции чтобы то у нас пошли огурчики на сбор уже чтоб кусты уже расти то не будут нам уже достаточно будет и корневую хорошо развили примеры и все поэтому мы работаем огнем и подкормим вчера произвел полив под корень были не забыл как на за короче фирму забыл общем это как у сурфат магния 500 грамм на тону воды к нему плюс 500 грамм магния нитратного и 400 грамм каля селитра калевая нитратный тоже это 0 0 36 по схеме это точно помню и пролил на теплицу 2 куба вылил у меня уже там сыренько было куб до этого вылил чтобы сыренько было капля а потом уже два куба вылил схеме как говорят спирая минеральное удобрение произвел полив еще уже сейчас огурчики чтобы наливались а нам нужно сейчас чтобы не инженерус начал работать и также вчера до удаляли по три листа как я уже прошлую неделю показывал мы так раз неделю удаляем по одному лист листу позапоза прошлую неделю вот мы один убрали потом следующую неделю 2 чему удалили три листа нижних они нам уже не нужны и в общем мы ослепили нижнюю часть там где бы к это боковые побеги были снизу и семидолька появились также это как у пучок пошел его мы удалили часть на теплице оставили потом посмотрим как они себя будут вести а в основном удалили это все они нам уже не нужны будут потому что нижний ярус уже не будет работать да мне солнышко не будет в общем-то поэтому они нам нужны здесь тоже самое повторно будем удалять среднее состояние огурчика отличное все нормально растет потихонечку вот я уже дошел до конца теплицы солнышко уже нифига не светит уже шестой час вечера сейчас потихонечку будем закрывать одеялко включать свет будем досвечить еще пару часиков у нас сегодня пасмурный день был солнца не было поэтому придется обязательно досвечивать все по подкормкам произвел позавчера полив корня так корневое удобрение внес был тоже названием были на так память плохая удобрение внес кальций 0030 0056 по час нитратный кальций добавил 1 килограмма тонну два куба мы вылили 2 килограмма у нас зашло прежде чем его разводить я уже тогда кто видео смотрел какая-то мы пользуемся сначала подкисли воду в этой теплице подкисли воду это фосфорной кислотой у меня выходит 150 грамм на куб воды с нашей водой такая вот дозировка внес сделал 6 и 5 единиц воду и уже к нему добавил по килограмму на тут на тонну на куб уже кальций все как раз быстренько растворился минуты две-три постоял пояси на эту теплицу мы сейчас в этом возрасте полметровом состоянии еще до цветения мы работаем 1500 единиц еси это максимум это 1 и 5 вообще авто теплицу мы уже перешли вчера на стадию основных подкормок для плодоношения это 2 2 200 можно до двух с половиной тысячи еси доводить поэтому сейчас две с половиной тысячи пока работаем этого будет достаточно огурцу от двух до двух с половиной тысяч это нормальное явление когда мы вот даем ничего не подкислится земля сильно не подкислится она особо не влияет так как мы один основной полив кормежки даем раз в неделю все остальные разы мы уже поливаем без кормежки то есть это все постепенно вымывается то что не использовалось сейчас корневая у нас мощно развита поэтому тем более капля рядышком лежит так что особо в глубину не уходит скорее всего съедается много растений потому что они впитывают же быстро как раз мы по политой земле работаем удобрениями поэтому нормально все концентрация в общем у меня получается 1 грамм на 1 литр воды это оптимальное решение для подкормок тем более в таком возрасте когда уже большие конечно можно и 2 грамма на литр производить ну пусть и как видите нормальные принципе немножко потянулись ничего страшного самое много это вот нам 7 сантиметров у нас узел может быть это нормально будет особо так не тянется принципе листочек цвет красивенький как положено еще не потемнел потом потемнеть вот такой мамлюк у нас корневая тоже красивая поэтому я говорю мы поливаем ну что она земляном капец смотрите какая тверденькая поэтому потом прокол сделаем и будет красивенько все все друзья вот такие огурчики напоминаю у нас уже 15 16 день после посадки вот уже такую формировку потихонечку производим еще по кормежкам я потом покажу расскажу по той теплицы пока показывать не буду там ничего нового нету что завтра уже сниму про томаты про рассаду как выглядит немножко расскажу чем кормили чё как все друзья всем большое спасибо за просмотр за лайки подписывайтесь на канал кто не подписан вопросы есть пишите кстати можете подписаться на наш телеграмм группу там мы общаемся у кого есть вопросы отправляют фотографии вообще-то у кого-то советы есть может кто-то что-то использовал там семена какой-нибудь фирмы пожалуйста там будем общаться напрямую если будут у вас вопросов я прощаюсь с вами друзья ненадолго зато сниму обязательно видео завтра у нас рабочий день будет девчонок полдня отработаем и отправим домой отдыхать поздравим все но мы будем работать везде на все друзья всем большое спасибо всем пока пока